Уважаемые коллеги, вашему вниманию предъявляется разбор клинического случая больной раком шейки матки 1-й B2 стадии. Это пациентка 33-х лет, жительница города Калининграда, которая обратилась по месту жительства с жалобами на небольшие выделения кровенистые из половых путей. И в ходе клинического осмотра по результатам цитологического исследования была выявлена картина рака шейки матки. Самостоятельно пациентка обратилась в наш центр, в институт онкологии. Из анамнеза предшествующее обращение к гинекологу со слов пациентки 2 года назад и каких-либо патологических изменений при этом осмотре выявлено не было. Пациентка во время первичного визита также предъявляла жалобы на периодические контактные кровенистые выделения из половых путей. Гинекологический анамнез начала месячных 15 лет, месячные по 4 дня через 20 дней, половая жизнь 17 лет и в анамнезе одна беременность, которая завершилась родами. При гинекологическом осмотре на экзоцервиксе определяется экзофитная опухоль диаметром до 5 см без перехода на своды влагалища. Параметрии при клиническом осмотре интактны. Морфологически верифицирован плоскоклеточный нейрогевающий рак G2. По результатам инструментального исследования, эхографическая матка размерами 40-30 на 35 мм, в полости матки какие-либо патологические образования не визуализируются. Шейка матки превращена в гипоэхогенное образование размерами 43 на 39 мм. Признаков метастатического поражения тазовых подвздошных клеватических узлов не выявлено. По результатам магнитно-резонансной томографии малого таза с внутривенным контрастированием шейка матки выполнена опухолевым образованием с нечеткими бугристыми контурами общими размерами 41-37 на 40 мм. Признаков распространения процесса на парокольфиум нет. Равно как и по результатам магнитно-резонансной томографии не было выявлено перехода опухолевого процесса на тело матки, передний свод и стенки влагалища. Следует отметить, что при компьютерной томографии брюшной полости, грудной клетки данных за отдаленное метастазирование мы не получили. Тем самым был выставлен клинический диагноз рак шейки матки Т1Б2Н0М0. Какое оптимальное лечение будет предложено у этой пациентки? Радикальное хирургическое лечение с послеоперационным курсом дистанционной лучевой терапии, Проведение радикального курса химио-лучевой платино-содержащей терапии и бракетерапии после параортальной мифоденоктомии как этапа хирургического стадирования. Выполнение неодювантной химиотерапии с последующей радикальной операцией и одювантной лучевой терапией. Либо проведение неодювантной химио-лучевой терапии с последующим хирургическим лечением с продолжением одювантной лучевой терапии. Это те вопросы в тактике лечения, которые предлагаются для интерактивного голосования. Пожалуйста, голосуем. Аудитория проголосовала. Замечательно. Итак, это уже окончание голосования, правильно? Итак, большинством в аудитории было предложено выполнение неодювантной химиотерапии с последующей радикальной операцией и одювантной лучевой терапией. Более 50%, 51% и 0,4%. Следующий по варианту выбора это радикальное хирургическое лечение и послеоперационный курс дистанционной лучевой терапии. Более 30%. Итак, мы запоминаем эти цифры, потому что после выступления наших уважаемых экспертов мы повторно проголосуем и уже определимся с изменением мнения нашей аудитории. Продолжение следует... Продолжение следует...